Привет, друзья! Я хотел избежать темы нынешних обстоятельств, но я не могу не выразить своей благодарности и восхищения теме, кто, невзирая ни на что, продолжает поддерживать наш проект. Знаете, каждый раз, когда я захожу на наш сайт, посмотреть на то, как идет сбор, я делаю это, признаюсь, с тревогой. И когда я вижу, что наши подписчики по-прежнему на месте и стоят буквально как панфиловцы под Москвой и продолжают нас поддерживать, я испытываю такое глубокое чувство признательности, что мне, откровенно говоря, хочется просто обнять каждого из вас и каждому сказать персональное спасибо. И я знаю, как много проектов сейчас закрывается из-за недостатка финансирования, из-за общей тревоги и туманности будущего, а мы в это время можем продолжать спокойно работать. Спасибо вам, братья и сестры! Итак, новости. Сегодня я расскажу про выбор натуры. Это очень важный этап подготовки, и к нему мы, естественно, относимся так же ответственно, как ко всему остальному. Хотя иногда я думаю, действительно, зачем мы так упираемся? Мы же создаем драматическое произведение, которое, вообще-то говоря, должно вызывать к чувствам зрителей. Кроме того, самая главная составляющая истории – люди. А уж актеры, какими бы замечательными они не были, все равно будут лишь отдаленно напоминать реальных исторических личностей. И причем не только внешне, но и вообще в целом. Потому что создавать-то они будут, вообще-то говоря, придуманные образы. Почему же тогда нам так важны детали? Вообще говоря, я, конечно, считаю, что это важно не только для нас, но и для зрителей, от которых я, например, себя не отделяю. Безусловно, есть зрители, которые не в материале и даже не собираются в него погружаться. И таких, наверное, большинство. И это, в общем-то, нормально. Для них будет иметь значение общая атмосфера истории. А есть и такие, кто глубоко разбирается в эпохе и в конкретных деталях того времени. Им, конечно, любое несоответствие будет резать глаза. Но дело не в том, что мы хотим угодить экспертам. Вообще не в этом. Дело в том, что мы очень мало знаем о героях, о которых собираемся рассказать. Мы не знаем, что конкретно они говорили, о чем думали и что чувствовали. Мы можем это только предполагать. Попытаться вообразить, примерив на себя те обстоятельства, в которых они находились. Вернее, не обстоятельства, конечно. Обстоятельства мы тоже можем только попробовать себе представить. И для этого мы изучаем материал. А узнавая детали, мы глубже в него погружаемся. И это помогает нашему воображению. Кроме того, внимательное отношение к мелочам задает уровень на всех участках работы над проектом. Это сказывается на результатах работы каждого цеха. И очень важно для актеров. Вот и все. Вот для чего нужны детали. Вот почему мы к этому так внимательны. Стало быть, если мы выбираем натуру для съемок, нам совершенно необходимо побывать непосредственно в тех местах, где происходили события, о которых мы рассказываем. В тот период 296-й ИАП, в котором служила Лидия Литвяк, выполнял боевые задачи в Саратовской, Сталинградской, Ростовской областях. И дальше потом уже над Украиной. Полк все время перемещался с востока на запад и базировался в основном на временных грунтовых аэродромах, по сути дела, в полях. Вот эти поля нам нужно очень хорошо себе представлять. Может быть, получится организовать съемки прямо там. А может быть, это даже будет необходимо, если натура окажется очень характерной. Ну или, может быть, убедившись, что ничего необычного в природе тех мест нет, мы вполне сможем найти подходящую натуру где-нибудь поближе. В общем, ехать надо обязательно. И мы с Кимом предприняли такую экспедицию. Для начала надо было понять, куда ехать. Название многих населенных пунктов, рядом с которыми базировался полк, мы знаем. Кроме того, очень большим подспорьем оказался сервис, доступный на сайте Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов. Называется АОПА. АОПА – это английское сокращение, потому что ассоциация международная. Но у нас она для удобства называется так же. Так вот, на этом сайте, на карте, отмечено огромное количество аэродромов, действующих или когда-то действовавших на территории нашей страны. И просто удивительно, как их много. То есть там буквально можно найти не только аэродромы, но и места, где они были когда-то раньше. Очень крутая штука. Нас как раз интересовали именно заброшенные аэродромы. И вот, используя наши знания и возможность этого сервиса, мы проложили маршрут. Мы решили посмотреть местность между Сталинградом и Ростовом-на-Дону. Как я уже сказал, нас интересовали давно не действующие аэродромы. Потому что, во-первых, там вполне могла сохраниться такая натура, какой она была в войну. А во-вторых, потому что там есть возможность снимать, в отличие от аэродромов действующих, тем более военных. Первой точкой, которую мы посмотрели, был аэродром Лобакин. И вот, что сразу оказалось интересно. Недействующий аэродром не значит заброшенный. Дело в том, что после войны многие грунтовые аэродромы были отданы для нужных сельскохозяйственной авиации. На многих грунтовые полосы забетонировали и какое-то время использовали по назначению. Потом, уж не знаю, по какой причине надобность в них отпала. А полосы остались. И судьбы их постигли самые разные. В Лобакине, например, полосы используют в качестве стоянки для сельхвосттехники. Не самое плохое, на мой взгляд, применение. Сесть на нее сейчас, конечно, нельзя, но, по крайней мере, при необходимости можно снова превратить в аэродром. А вот, например, в Жутово-1 полосе повезло меньше. Там бетонные плиты просто сняли и использовали в качестве стройматериала. Поэтому теперь там нет полосы, но есть грандиозная бетонная постройка. Ну, и то хорошо, хоть бетон не пропал. Но это все частности. Речь на самом деле не об этом. Нас, в конце концов, интересовала натура, а посмотреть местность в окрестностях этих аэродромов было очень интересно. В Лобакине плавные и очень живописные перепады высот изрезаны красивейшими балками. Инопланетное зрелище. А в Жутово лётное поле располагалось на краю возвышенности над крутыми излучинами реки Аксай. Тоже, конечно, мощное. Совершенно потрясающее впечатление произвёл на нас аэродром в Нестёркине. Там, затерянное среди полей, лежит совершенно удивительная по своей постапокалиптической фактуре старая бетонная полоса. Зрелище романтическое и какое-то даже потустороннее, как во сне. Правда, для съёмок нашего нынешнего фильма это не подходит, но сам по себе объект поразительный. Кстати, очень похожая полоса попалась нам на аэродроме Котельниково-2. В Котельниково есть действующий военный аэродром, но кроме того, неподалёку есть и старый недействующий. И вполне возможно, в 43-м самолеты 296-го и АП взлетали как раз оттуда. Но, пожалуй, самым интересным объектом с точки зрения наших задач оказался аэродром Цемлянск. Это заброшенный аэродром с грунтовой полосой. Это, по сути, даже не полоса, а оставшийся от неё след. Он находится вдали от шоссе и дороги, которые к нему ведут, тоже грунтовые. Точно такие, как на военных фото. Что весьма кстати, потому что снимать нам нужно не только аэродромы. Взлетная полоса находится на краю поля, к которому подходит участок леса. Этот лес для нас выглядит интересной деталью, а во время войны там могли располагаться хозяйственные и жилые постройки. Кстати, рядом с полосой под слоем земли мы обнаружили бетонные острова каких-то древних сооружений, которые, если судить по степени их сохранности, запросто могут относиться к военным временам. В общем, хотя мы планировали нашу экспедицию как первую разведывательную, часть объектов, которые нам удалось посмотреть, уже можно внести в список потенциально пригодных для съемок. Это отличный результат. Понятно, что это только первая наша экспедиция и нам предстоят еще несколько, после чего мы уже окончательно определимся с выбором и, конечно, тоже об этом расскажем. Но в следующих выпусках я расскажу о других участках подготовки, на которых сейчас тоже идет очень интересная работа. Так что мы идем дальше. Кто с нами? Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok